Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С новой аллеей на набережной высадили Крымскую сосну. Дальнейшее развитие пансионата Ладога в станице Благовещенской и участие в развитии инфраструктуры станицы Благовещенской. Это объект социальный. Социальный объект подразумевает под собой перспективу переход на круглогодичный отдых. Здесь у нас не будет сезонное. Здесь следующий третий этап подразумевает под собой еще строительство такого, ну, строительного комплекса там же в Благовещенке. И, в принципе, для железнодорожников это огромное подспорье по той причине, что они оплачивают порядка 15% от общей стоимости путевки. Остальные расходы несет компания в рамках колл договора, который существует. Вот, учитывая эти моменты, что объект у нас социальный, некоммерческий, в принципе, мы компания государственная, стопоцентный уставной капитал. Мы просим вашей поддержки и понимания в данном вопросе. Глава города заинтересован в том, чтобы реконструкция и развитие ведомственного пансиона отошло успешно. Мы попросим письмо о намерении, потому что это дополнительные рабочие места. Это много еще каких-то преференций мы получим от того, что они будут развиваться. Собственно, вижу понимание в ваших глазах и словах, поэтому... Все, с нашей стороны вы можете надеяться на полную поддержку. Крепкое рукопожатие руководителей – залог успешного будущего инвестиционного проекта. Территориальное общественное самоуправление города работает в постоянном взаимодействии с администрацией. Очередная встреча руководителей ТОС с первым заместителем главы Анапы Светланой Яровой наметила ключевые точки, где на сегодняшний день особенно необходимо благоустройство, реконструкция или наведение элементарного порядка. Эти пять замечательных женщин представляют север, юг, восток, запад города, а также микрорайон Алексеевский. Их хорошо знают в городе как руководителей ТОС и как активных неравнодушных к жизни города граждан. Это огромная помощь. Я считаю, мы точечно можем по каждому микрорайону выяснить или рассмотреть проблемы, вопросы, пожелания, ну и безусловно их постепенно решать. Какие-то мы с вами знаем, они не требуют ни затрат, а требуют исключительно внимания и оперативности. Есть такие, что требуют денежных средств и плана реализации. Но тем не менее мы для того и собираемся, чтобы знать об этих проблемах и безусловно их решать. В списке Людмилы Шмаковой 16 первоочередных задач. Все они касаются предстоящего курортного сезона. Улица Астраханская в районе бывшей бани с началом сезона будет иметь неприглядный вид, если не принять мер. Ну там вот эта барахолка, понимаете, они уже заняли практически большую часть тротуара с улицы Терской. Там не пройдешь. Еще если они выставляют раскладушки с наименованием товаров, что они торгуют, то, что висит все. Вот это шары, матрасы там летние, все что угодно. Но у нас есть рынок северный, у нас достаточно магазинов на рынке, на крепостной. На улице Кати Соловьяновой остается неблагоустроенный переулок Малинкин. В Кате Соловьяновой занимаемся с прошлого года по поручению главы города. То есть он лично выезжал, и вы видите там сегодня современная плитка, бандюры, озеленение. Буквально со следующей недели, продолжаем эту работу по поручению Сергея Павловича, а со следующей недели выходят дорожники с тем, чтобы по всей улице восстановить дорожное покрытие. У Людмилы Петровны Назаренко большинство вопросов, на которые не реагирует НЭСК. На улице Толстого номер 59, где установлена новая детская площадка, значит, над этой детской площадкой, прям на спиленном тополе лежит, прям лежит высоковольтный кабель. Мы неоднократно обращались, постоянно звоним, и письма писали, никто не реагирует. Наталья Михайловна Ключникова, хороший организатор больших и малых перемен в 12 микрорайоне, рассказав о первостепенных задачах, поделилась большой радостью. Выразить большое спасибо Сергею Павловичу от имени 12 микрорайона за то, что вот эту территорию, которая у нас была рядом со сквером-строителем, теперь она у нас стала опять муниципальной. Народ просит, чтобы там у нас был сквер, продолжение сквера, будем называть его строитель. Люди согласны выходить, мы там провели субботник с ТОСами, все выгребли, вычистили, спасибо, Черепанов приехал, увезли все это, да. Лидия Тимофеевна Жули заметила, что совсем не украшает улицу Крымскую художественная школа. Ну что это там, какой-то куст юки растет и все, там бы какую-нибудь скульптуру можно поставить, или тоже зеленое насаждение в какой-то такой изящной форме сделать, но вот душа разрывается у меня по этому. Все озвученные проблемы станут конкретными поручениями для профильных служб. Согласовано с главой, запланирована встреча, расширенная с домкомами, с ТОСами, и вот думаю уже на ней мы и отчитаемся, что мы исполнили по вашим поручениям и обращениям жителей микрорайонов. И с вашей помощью выделим наиболее острые, требующие кооперативного решения задачи. И в продолжении темы, в Анапе интенсивно ведутся работы по озеленению курорта. На набережной появилась новая сосновая аллея, расскажет наш корреспондент. Еще вчера глава курорта прошел по набережной и отметил недостатки. Уже сегодня здесь появились пушистые крымские сосны. 38 полутораметровых деревьев сотрудники зеленстроя высадили в районе моршколы. Наши работники сегодня работают на территории набережной, в районе улицы Придячица и 40 лет Победы. Мы получили задание о высадке деревьев на данной территории, о дальнейшем продолжении набережной и ее озеленения. Погодные условия не помешают, потому что еще сокодрежение началось. В принципе, деревья находятся в стадии покоя, поэтому мы можем спокойно еще их высаживать. Как минимум недели полторы-две. Штормовой ветер работе не помеха. Мощная корневая система устойчива. Деревья закрепили специальными растяжками. Юрий Батинов пришел посмотреть на бушующее море. Он считает Анапу самым ухоженным и зеленым городом России. Очень нравится, что озеленение, красота вообще у нас в Анапе. Я много где проехал по России. Вот такой заботы редко где встретишь. К летнему сезону Анапа преобразится и будет радовать анапчан и гостей курорта. Культура строительства – это в первую очередь проявление уважения к жителям и гостям города. Застройщикам Анапы ее постепенно прививают, напоминая о правилах благоустройства и ведения строительных работ. На улице Парковой стройплощадку привели в надлежащий вид после визита муниципального контроля. Нарушения видны невооруженным взглядом. Ограждение строительной площадки не укреплено и качается от ветра. Металлопрофильные листы отходят от стоек. На обочине дороги появились ямы. Было выявлено нарушение несоответствия заборов. Была проведена расследовательная беседа с руководителями данной организации, проводившей данные работы. В результате чего данные замечания устраняются. К требованиям муниципального контроля прислушались сразу же. Навели порядок на прилегающей территории, закрыли яму возле заборов и укрепили ограждение. Специалистами муниципального контроля выявлено нарушение по ограждению территории и местопроизводства работы. Нарушения справедливые. Нами приняты к исполнению. Заборы поправят. Место почистили. Все сделаем красиво. Доказали баннеры. Временное сплошное ограждение строительной площадки необходимо оформить баннером. Это правило благоустройства касается не только крупных застройщиков, но и граждан, которые возводят индивидуальные жилые дома. Правила торговли, особенно если речь идет о торговле продуктами питания, должны выполняться беспрекословно. Центральный рынок посетили с проверкой сотрудники управления торговли. На данном этапе это профилактическая работа. Выявленные нарушения предприниматели должны устранить. Для специалистов нарушения не скроешь. Они как на ладони. Первое, на что обращено внимание комиссии – хранение товаров. Сделать витрины и установить морозильные камеры – обязанность предпринимателей. Скажите, пожалуйста, почему у вас нарушаются условия хранения колбасной продукции? Просто поднимите и снимайте меня. Покупатели должны быть осмотрительны. При нарушении условий хранения за качество проданного товара трудно поручиться. И претензию соответствующие органы направить будет сложно. Причина проста – у торгового павильона нет юридического адреса. Продавцы знают о своих нарушениях и во время проверки просто покидают свое торговое место. На местах нет продавцов. Это говорит о чем? О том, что, скорее всего, нарушения на этом объекте могут быть серьезными. Вот, к примеру, если мы смотрим продовольственные товары, они должны храниться либо в промышленной упаковке, либо в соответствующих холодильных витринах. Как видим, здесь этого нет. То есть мухи и прочие насекомые могут быть разносчиками инфекционных заболеваний, вследствие чего продажа вот такой продукции, вот в таком виде, она недопустима. Сотрудники управления торговли составляют акты осмотра. Через несколько дней предприниматели вновь проверят, устранены ли недочеты. Если нет, то информацию о выявленных нарушениях направят в контролирующие органы. Одна из форм наказания – приостановление деятельности на 90 суток и административные штрафы. Подобные проверки будут ежедневными. Навести порядок на рынках планируется до начала курортного сезона. Мы продолжаем цикл рассказов о ветеранах Великой Отечественной войны. Житель станицы Гостогаевской Николай Перекатей был членом советского партизанского отряда. В военные годы партизаны всеми силами боролись против фашистов. Материал Алины Гумеровой. Николай Перекатей родился в многодетной семье в станице Гостогаевской. Военная жизнь Николая Ивановича началась в 43-м году, когда ему исполнилось 18 лет. В станицах Раевска и Натухаевска молодые парнишки участвовали в укреплении обороны. Копали окопы. Позже фашисты увезли ребят в вагонах неизвестно куда. Тогда они и решили бежать. Выпрыгнули с поезда в Югославии. Там Николай Перекатей стал партизаном. Вы знаете, как партизаны? Это страшно. Ну, всегда в лапах находятся. Вот лес, вот такое дело. Воевать хотел каждый уважающий себя мальчишка. Но не каждый мог предположить, насколько это тяжело. Ночевать в открытом поле на снегу и ветках, где даже костер не разведешь. Враг-то не дремлет. Там не думай, что ты будешь жить. Вот мы когда поселок забирали, там ужасно, холодно. Февраль месяц, а ночью все делается. Большинство ночью. Вросплох их захвачиваешь. От войны остались не только воспоминания, но и шрамы на теле. Николай Перекатей был дважды тяжело ранен. Второе ранение чуть не стоило ему жизни. Снайпер целился прямо в сердце. Но Николай Иванович вовремя повернулся, и пуля прошла через легкие. Думаю, я жить не буду. Пойду я под пули. Да, чтобы меня убило. Ну, представляешь, четыре ранения, легкие, пробытые. Там же плеври, ну, все же вот это, все нарушено. Там, это страшное дело, это ужасное дело. Вот, да. И я пошел под пули. Ни одна пуля не задела партизана. День Победы в 45-м Николай Перекатей встретил в Австрии, недалеко от Вены. Домой. Радость. Там обнимались, целувались. В мае 48-го года Николай Иванович вернулся на родину и уже в октябре женился на Вере Терентневне. В счастливом браке супруги прожили более 60 лет. Нажили 9 детей, 25 внуков и 23 правнука. Бывший партизан в свои годы до сих пор остается веселым, энергичным отцом и дедушкой. 14 апреля Николай Перекатей отметит юбилей 90 лет. Мы идем снова там, где гремела война. В Анапе продолжается акция, которую проводит общероссийский поисковый отряд. Специалисты Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» при участии исторического клуба «Черномор» в ходе этой акции провели встречу со студентами Российского государственного социального университета. Перед ребятами выступили ветераны. Чтобы это поколение лучше себе представило события на полях сражений Великой Отечественной войны, клуб «Поиск» развернул передвижную выставку оружия и других артефактов, найденных на Кубани. Сегодня у нас есть часть оружия рабочей крестьянской Красной Армии и солдат вермахта. И все, что здесь представлено, все это было найдено в ходе полевых экспедиций, проводимых на территории города Анапа и территории Краснодарского края. Основная цель работы поисковиков – находить останки солдата или медальоны. Передвижная выставка побывает во всех городах Черноморского побережья нашего края. И это все новости на сегодня. Наталья из Мозгова с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте. Несколько слов о том, какая нас ожидает погода. Конечно же, хочется порадовать телезрителей хорошим прогнозом, обещаниями щедрого солнца и безоблачных дней, но, к сожалению, пока синоптики нас не радуют. В четверг ожидается прохладный до 9 градусов тепла и дождливый. Переживем непогоду с улыбкой. От нее теплее на душе, а это важнее всего. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин